так коллеги добрый добрый наверное уже день добрый обеденный день сегодня мне посчастливилось начну первых спасибо организаторам за такую честь и ними не просто позвали на конференцию мне доверили очень сложную тему по поводу приступов приступы у пациента с улицы ну грубо говоря когда она мне с ней очень известен сегодня мы попробуем осветить эту тему с точки зрения врача-клинициста врача я так понимаю первичного приема почему потому что в любом случае любой пациент с улицы попадает ну я по крайней мере надеюсь что это так сейчас современной ветеринарной медицине российской федерации что он поступает изначально к врачу общей практики вот мы сегодня о клинической общей практике и поговорим ну во первых нужно понимать одну единственную вещь что неврологический симптом не всегда проблема невролога отнюдь не всегда вернее в 90 процентов случаев то есть вот например какой-то кошки есть не стал и вроде как это неврологический симптом но тем не менее эта проблема абсолютно не неврологического характера у нее оказалось или например вот как здесь да два пациента с неврологической симптоматикой у одной вынуждены лежачие положение тела в пространстве и на энцефалограмме это грубо говоря судороги ну можно так сказать это поле спайки либо вот этот пациент который у меня слева у вас не знаю наверное тоже вот либо вот как эта такса которая ну у нее откровенно говоря синкопа да мы это видим но тем не менее владельцы это все могут ну не владельцы люди которые нашли этого пациента на улице там подобрали они могут интерпретировать это как неврологические симптомы приступы и зайти к вам в клинику со словами что у нас приступы так вот значит неврологический симптом не всегда проблема невролога это нужно понимать так вот давайте подумаем о том что мы же все-таки лечим когда у нас есть приступы неврологическая симптоматика в виде приступов мы лечим безусловно головной мозг ну однозначно что там какая-то проблема в проведении импульсов коре головного мозга она очевидно существует иначе бы у нас не возникли эти судороги мы понимаем что головной мозг это скажем так части центральной нервной системы мы понимаем что в принципе неврологические симптомы и судороги которые интерпретируются людьми которые нашли этого это животное на улице мы понимаем что это может проблема в принципе с центральной нервной системы с периферической нервной системой в том числе мы примерно представляем себе что ну как как выглядят нейроны да это еще из курса биологии я не знаю чего еще гистологии и так далее мы понимаем что нервный импульс проходит по этим нервным клеткам ну скажем так с помощью медиаторов но так или иначе у нас это все происходит с помощью ну такого можно назвать это электрических разрядов да будем сегодня попроще мы с вами понимаем что нервная система она как бы не просто контролирует и объединяет функции всех систем причем как произвольно так и не произвольно и на самом деле хотелось бы чтобы это было было определение которые там не знаю как была цитата гиппократа но к сожалению это вот буквально в яндексе найдено действительно так она контролирует и объединяют функции всех систем неврологический симптом что значит неврологический симптом который в принципе может идентифицироваться людьми которые не имеют отношения к медицине ветеринарной то гуманной неврологический симптом это могут быть судороги атаксинистан бентрафлексия комопорезы параличии они тоже иногда называют судорогами вестибулярные синдромы какой-то не знаю выраженный патиолизм то есть они могут говорить что у него приступы ты на него смотришь а у него просто слюни текут дизурия тоже в принципе неврологическим симптомом является тоже приступы и по большому счету о приступах я не знаю мне кажется о судорогах как таковых уже так много всего рассказано всеми кому не лень если честно уже мне кажется в каждой специализации какой-то врач уже рассказал про судороги будь то невролог или интенсивный терапевт или терапевт и судороги с точки зрения там не знаю кардиолога и все подряд и мы вроде как с вами привыкли к тому что мы все знаем сейчас все будет вот у нас есть пациент с неврологическим симптомом еще минутка и все будет вообще в ажуре но давайте-ка вспомним немножко протокол протокол который при первичном ознакомлении с ним он на самом деле реально немного пугает потому что да у тебя есть пациент с неврологической симптоматикой но тебе для начала нужно взять анализы крови а во вторую очередь тебе нужен невролог был бы у меня такой невролог в клинике господи боже мой жила бы в ней тебе нужно провести такому пациенту по возможности если у вас на первых двух пунктах более-менее еще все как-то непонятно то мрт по возможности если это пациент с судорогами необходимо следующим этапом обязательно сделать эгэ и безусловно не знаю там померить внутричерепное давление потому что это очень важно еще манрекелли вот эту свою концепцию когда описывали они это в принципе доказали и ты сидишь значит вот в этой вообще ситуации с этим протоколом но ты сидишь вот в этом кабинете и у тебя как бы нет возможности а не то что там сделал провести анализы крови ладно допустим даже если у вас есть в клинике такой невролог такого вида но мрт кт нигде не завалялись что делать не очень понятно и в этой ситуации можно наверное было бы перенаправить этого пациента к узкому специалисту но вы такого пациента к узкому специалисту сможете отправить только в одной единственной ситуации если он транспортабелен и как таковой не требует какой-то экстренной помощи можно его направить можно не знаю завести себе друга невролога с которым можно в переписке что-то выяснять да более-менее либо как-то советоваться и так далее либо если это пациент не экстренный и не транспортабельный а что это значит то есть это пациент с активными судорогами которые вы видите здесь и сейчас вы их регистрируете это пациент из тяжелой черепно-мозговой травмы будь то открытая или закрытая неважно тяжелая черепно-мозговая травма безусловно она считается нетранспортабельной без первой какой-то помощи но кома здесь под вопросом потому что если это гемодинамически стабильная но какая-то тоническая кома например то в целом наверное можно ее рассматривать как под вопросом транспортабельная она или нет но если это нестабильная кома нестабильный гемодинамически как минимум то она конечно тоже является экстренным пациентом ну собственно говоря здесь можно было бы попрощаться типа отправляйте пуском специалистам но но я уверена что меня не для этого сюда позвали поэтому давайте дальше итак у нас есть протокол протокол который по судорогам прописан во всех литературных источниках ветеринарных не знаю там в любой на любом сайте любой клинике сейчас мы по крайней мере в петербурге этот протокол мы уже весь изучили досконально и он состоит из триажа венозного доступа экспресс анализа в крови дальше введения релаксантов ревизе отдыхательных путей термометрия зондирование желудка желудка противоэпилептические препараты медикаментозный сон все вроде как у нас протокол есть давайте сейчас немножко поподробнее буквально в нескольких пунктах остановимся по поводу триажа венозного доступа экспресс анализа в крови любой пациент поступающий в клинику по экстренному будь то неврологический пациент либо если это пациент в принципе какой-то экстренный на самом деле мы эти три пункта выполняем всем экстренным пациентам я уверена что любой врач который нас сейчас слушает делает то же самое триаж венозный доступ ну и соответственно раз уж ты в вене катетером почему бы не набрать крови причем какие-то экспресс анализы если вы если ночью не работает лаборатория а если она работает то нужно конечно взять какие-то стандартные наборы типа аля биохимия крови клинический анализ как минимум да вместе электролиты и если капля крови упала на стол обязательно еще измерить уровень глюкозы крови это тоже важный момент по поводу там венозного доступа понятно буквально два слова о триаже а в каком-то в 2021 году да на веткампе там была целая секция посвящена от моего коллеги саше ржаева по поводу триажа но на самом деле не надо пугаться этого слова как такового потому что в клинической практике триаж на самом деле выглядит примерно так то есть ты вышел смотришь на пациента если он смотрит на тебя в ответ и вроде как подмигивает свои розовые конъюнктивы это вроде как и нормально проживет если он при этом ну пытается откровенно говоря откинуться здесь и сейчас то ты его хватаешь как бы и бежишь потому что понимаешь что он экстренный в клинической практике это выглядит так но по большому счету триаж это огромная часть осмотра скажем пациента в отделении реанимации или вообще в любой другой клинике это важный момент о нем нужно знать нужно посмотреть почитать об этом но повторюсь в клинической практике ничего страшного никто вас за это не осудит триаж действительно выглядит таким образом как я описала немножко ранее значит смотрите на самом деле пациенты судорогами ну я не знаю все наверное наблюдали генерализованные судороги хоть раз в жизни но так я чисто напомнить как это выглядит вот пациент который просыпался после вообще кожных тестов на самом деле это молодой пациент его затрясло совершенно случайно хотя он просто просыпался вот его затрясло мы на него посмотрели понаблюдали судорога длил она генерализованная но судорога длилась меньше одной минуты мы за счет посмотрели оценили масштаб трагедии поняли что он пришел в себя то есть постектальный период был не очень долгим но и собственно говоря мы пришли к владельцам здесь мы не применяли никаких там релаксантов так далее венозный доступ здесь был обеспечен еще анестезиологом для проведения кожных тестов ну собственно грамм и за ним просто понаблюдали потом уже разговаривали с владельцем о том вообще это нормально ненормально первый раз на первый на самом деле не первый водитель скалина обследовать все хорошо ведение релаксантов не обязательно если приступ длится менее вообще вообще в литературе написано менее пяти минут но я вам скажу так очень сложно врачу удержаться от того чтобы не ввести какой-нибудь пропофол реланиум или что у вас там в клинике есть из релаксирующих препаратов ну кроме траклиума траклиум не надо вводить хотя у меня релаксант значит введение диазепама либо пропофола не требуется если пациент бьется в судорогах менее пяти минут но я вот как врач с не очень стабильной нервной системой психики расшатанной годами работы варит я не могу за такими пациентами наблюдать больше двух минут но первые две минуты у меня даже ничего не шелохнется я просто буду наблюдать и вот снимать видосики собственно чтобы потом возможно показать неврологу если такая необходимость имеется и так вот мы дальше двигаемся по протоколу я надеюсь что мысль никто не потерял мои утряж венозный доступ экспресс анализа дальше введение релаксантов опять же если это необходимо то есть более пяти минут но и будем считать что у вас у всех такая же психика как у меня поэтому давайте от двух до пяти минут вот в этот промежуток времени уже можно задуматься о том чтобы ввести релаксанты и дальше мы проводим ревизию верхних дыхательных путей причем смотрите что интересно мы помним что все наши протоколы по сердечно-легочной реанимации уже сто пятьсот лет назад и кстати по травме тоже они давным-давно уже все переделались на c-a-b то есть circulation airway сорян за мой английский breathing то есть ну как бы эта система работает в другом положении для пациента с судорогами эта система работает по-прежнему в контексте a-a-b-c a-b-c почему потому что airway это очень важный момент вообще сама по себе судорога не имеет никакого клинического значения в контексте если она не продолжительная да ну даже если она продолжительная там конечно гибнут какое-то количество нейронов но ему в конце концов не нобелевскую премию получать я имею ввиду пациенту поэтому ну какая-то часть нейронов гибнет да метаболизм головного мозга увеличивается там со временем чем дольше судорога протекает тем больше метаболизм более активный но тем не менее самое опасное что в этой ситуации может быть это вот когда его трясет он не в состоянии нормально вдохнуть а если вы когда-нибудь дрожали от холода или ну вот просто не знаю там от страха либо сжимались как-то вы в принципе понимаете о чем я говорю полноценный акт вдоха выдоха то есть этот газообмен он происходит ну в ком-то не том количестве это и первая опасность то есть момент судороги очень сложно адекватно дышать а значит адекватно оксигенироваться почему у них еще после судорога особенно если они длительно протекающие отдышка еще сохраняется после того как их расслабит потому что co2 накопился и они пытаются от него избавиться именно потому что так дыхание невозможен в условиях того что дыхательная мускулатура но тоже находится спазм в той или иной степени следующий момент который очень опасен это когда в момент судорог они прикусывают себе язык например начинается кровотечение образуется какой-то тромб он закрывает верхние дыхательные пути и тупо нечем дышать у меня была ситуация однажды у собаки с инородным предметом в трахе бронхиальном дереве потому что когда ее трясло она сломала себе зуб этот зуб вошел в трахею в бронх куда туда закупорил меня значит вот эти вот а там просто собака была большая зубы какой-то здоровый язык как она его сломал в общем это стало большой проблемой хотя я поначалу думаю отдышка и отдышка меня смутил немножко цианоз и я значит пошла на рентген увидела там зуб обалдела вот поэтому здесь в контексте судорог конечно первая помощь она именно вот в последовательности ABC происходит потому что циркуляции на самом деле циркуляторные нарушения после судорог но они крайне маловероятные очень редко встречаются в основном это проблема именно с дыхательными путями с проходимостью даже не с самими легкими плюс аспирация возможно ну вот это вот все поэтому когда пациент потрясся вы ему там не знаю обеспечили или не обеспечили введение релаксантов ну зависимости от длительности дальше пожалуйста когда он перестал трястись откройте ему ротовую полость посмотрите нет ли там слюней соплей или еще чего-то зубов подоставайте это все просонируйте если необходима интубация трахеи заинтубируйте используйте пожалуйста манометры для раздувания манжеты потому что сейчас очень участились случаи какого-то трахеи то причем не знаю какого-то страшного трахеи то именно из-за того что раздувают манжет ну типа аля на глаз как мы с вами привыкли не используя манометры и это все приводит к некрозу слизистой трахеи поэтому будьте пожалуйста внимательно так давайте дальше вот мы ввели релаксанты просмотрели верхние дыхательные пути заинтубировали не заинтубировали там зависимости уже все мы все почистили проходимость восстановили дальше следующим моментом которым вы должны заняться это безусловно провести термометрию вот смотрите у нас в принципе любая судорога простите любая судорога это какая-то мышечная активность ну то есть понятно что судорога происходит в голове но она приводит к мышечной активности любая мышечная активность приводит к повышению температуры тела ну так или иначе но на какой-то там градус полградуса это не важно и самое что важное видите у нас кучу протекторов придумали гастропротектор гепатопротекторы, нефропротекторы, каких только протекторы. И есть как бы нейропротекция как таковая. Ну, то есть она как есть? Она есть в теории, в каких-то надеждах, я не знаю еще в чем. Вот есть эта протекция. Нейропротекция на самом деле заключается доказанной, единственный доказанный способ протекции нервной системы, то есть нервной ткани, снижения ее метаболизма. А мы с вами знаем, что повышенная температура тела напрямую ведет к увеличению метаболизма в мозговой ткани. Я не знаю, зачем вам эта информация, но я всегда всем рассказываю. Я, кстати, возможно, это какая-то миссия моя, почему меня эта информация преследует везде. Короче говоря, есть единственный вид животных, хладнокровный, который в результате своей активной мышечной работы и большого количества мышц может повышать температуру тела на 10 градусов выше, чем окружающая среда. Хотя вроде это рыба. Это, кстати, тунец. Я обалдела, что они так выглядят стрёмно, но в банке он выглядит по-другому. Вот, в общем, это тунец. Я к чему? К тому, что мышечная работа и количество мышц, да, и длительность этой мышечной работы, безусловно, влияет на температуру тела. У наших с вами пациентов тоже, хотя мы не лечим рыб. А зря. У них мало болезней, и лечатся они метиленовым синим все практически. Ну, солью иногда. В общем-то, по поводу судорог и протокола дальше. Вот мы, значит, опять же поняли, что он плохой, обеспечили венозный доступ, взяли анализы крови, ввели или не ввели релаксанты в зависимости от длительности приступа, посмотрели верхние дыхательные пути, обеспечили их проходимость, провели термометрию. Если высокая температура тела, то мы начали его охлаждать. Кстати, здесь очень важный момент. По поводу охлаждения пациента буквально в двух словах. Я вас умоляю не использовать ледяные ванны. Это так не работает, потому что вазоконстрикция, которая возникает на периферии, когда вы пациента кладете в ледяную ванную, она мешает ему охлаждаться с помощью индукции, конвекции, я не знаю, чего еще. То есть это мешает. Вазоконстрикция. И получается, что у вас снаружи все холодно, а внутри все максимально горячо. И, возможно, еще горячее ввиду того, что нету теплообмена. У нас с вами животные с помощью теплообмена. То есть какие-то, я не знаю, вентиляторы используйте, возможно, хладагенты на магистральные сосуды, то есть еремки, подмышечные, бедро. Но я вас умоляю, не ледяные ванны. Также действует спирт на уши, лапы и все остальное. То есть они вызывают вазоконстрикцию. Будьте аккуратны. Поэтому, пожалуйста, закупайтесь санкционно разрешенными вентиляторами и охлаждайте их так. Следующий момент в этом списке – это зондирование желудка. Зондирование желудка – вещь очень необходимая у пациента с судорогами, часто забываемая врачами приема первичного, да даже на самом деле врачами-реаниматологами. Потому что одному богу известно, тем более, если это пациент с улицы, одному богу известно, когда он последний раз ел, может, он только что поел, и сейчас он трясется в судорогах, находится, и аспирационное пневмония здоровью еще никому не добавляла. Поэтому, пожалуйста, зондируйте желудок, чтобы избавить его от содержимого хотя бы на какой-то острый период времени, пока вы не разберетесь, что это за судороги и вообще, как с ними дальше работать. Зондирование желудка, помимо убирания корма, решает еще следующую задачу. То есть вы можете при зондировании желудка, а мы помним, да, что дыхательные пути у нас уже свободны верхние, и, возможно, пациент уже заинтубированный. Это очень важно, потому что при зондировании интубации необходимо. Так вот, если мы не просто убираем корм, если он там есть, мы еще можем промыть желудок, если у нас есть подозрение на то, что пациент отравился. Сейчас, ну, уже не весна, да, у нас сейчас глубокое лето с 16 градусами за окном, кошмар какой. Вот, сейчас вот эти все закладки очень популярные становятся, не знаю, откуда у людей деньги на наркоту. В общем-то, промывать при подозрении на отравление обязательно, то есть если вы предполагаете, что это, ну, то есть промывание никому еще не навредило в этой жизни, тем более, если есть подозрение на отравление, пожалуйста, вот задача промыть желудок, зондирование тоже решает. Опять же, если у вас есть пациент с судорогами, вы предполагаете, что вот сейчас этот протокол, он когда-то закончится противоэпилептическими препаратами, однократными даже, если они потом не понадобятся. Эти препараты надо как-то в этого пациента засунуть, поэтому, по большому счету, зондирование желудка тоже решает и эту задачу. Будьте внимательны, нужно, ну, необходимо подбирать зонд, таким образом, чтобы он до желудка доходил. Нельзя пациенту нестабильному, вообще, в принципе, сидированному, нестабильному, в судорогах, без судорогов, неважно, нельзя таким пациентам вводить что-либо, либо пытаться мыть что-либо, если этот, прости господи, зонд не доходит до кардия, до желудка, собственно говоря. То есть наша задача промыть с вами не пищевод. Ну и, соответственно, диаметр, пожалуйста, подбирайте. Понятно, что пищевод растяжим, но не надо туда запихивать трубу диаметром метр на метр. А вот диаметр в одна, короче, диаметром метр. Вот, и нужно стараться, чтобы он по длине подходил. Это очень важный момент. До того, как вы засунули его туда, нужно хотя бы примериться, чтобы понять вообще да, нет, почему нет и насколько нет. Следующий момент. Окей, мы зондировали желудок, промыли его, там нет никаких проблем. Ну вот у нас зонд установлен, я имею в виду, нет никаких проблем, оттуда пакетики с коксом не вымываются. И вот у нас зондирован желудок, желудок промыт или просто освобожден от содержимого, если оно там было. Дальше, следующим этапом по протоколу у нас введение противоэпилептических препаратов. Причем, что интересно, перед тем, ну вернее, это все нужно делать одновременно, но если вы один на приеме, не переживайте, перед просто введением каких-либо препаратов нужно обязательно сделать какой-то препарат центрального действия, антиэметик. Ну сейчас, я не знаю, там сирения, маропиталь. Плоховато, кстати, работает, но скоро обещали выпустить какой-то другой препарат, который будет с контролем качества, более, я не знаю, более качественным контролем качества вообще, если такое может быть в России, вот, который будет работать. Но вот тем не менее, какие-то антиэметики для того, чтобы, ну, не вызвать рвоту, особенно у пациента с симптоматикой центрального, там, какого-то генеза, не центрального, но с центральной симптоматикой. И, соответственно, дать фенобарбитал через зонд. Смотрите внимательно. Я вещаю о том, что фенобарбитал, загрузочную дозу нужно, это вообще самый эффективный препарат, это доказано. Самый эффективный препарат противоэпилитический у животных, доказано. Но меня каждый раз, вот я сколько вещаю о том, что загрузочная доза должна быть 15 миллиграмм на килограмм, меня каждый раз, ну, как будто не то, что не слышат, перепроверяют, но обязательно спросят, откуда ты взял эту дозу. Последние были вот москвичи, мои коллеги из Белого КВК, которые спрашивали о том, откуда же я взяла эту дозу, 15, вообще что за бред. Ну, собственно говоря, ребята, вот где я взяла эту дозу, уважаемые неврологи, никаких претензий я к вам не имею, правильно, что спросили, вот, пожалуйста, получите ответ, распишитесь. И самое интересное, что все эти дозы, там, они указаны, там, внутривенно, невнутривенно, неважно, да, плюс-минус, там, какой-то метаболизм, плюс-минус биологическая доступность, плюс-минус какое-то введение, плюс-минус очистка препаратов, то есть чистый это препарат, глюферал, либо это, там, какой-то фенобарбитал в чистом виде, немножко проскинув мозгами, чуть-чуть логики, ребята, все получается, что дозировка 15 миллиграмм на килограмм вполне себе оправданно существует во всех моих лекциях, которые я в качестве рекомендации вам даю. Ну и следующий момент, вроде как, это пациент с судорогами, если они были длительными, если это был статус, либо если это неизвестно, как долго продолжается, а пациент с улицы, он пришел как бы не из квартиры, понятия мы не имеем, как долго у него эти судороги, наверное, лучше его положить в медикаментозный сон, все-таки поспать на 4 часика, за эти 4 часика придут анализы крови, вы как раз там разберетесь, плюс-минус, что как, а метаболическая это проблема, либо не метаболическая, а центрального характера. Вот, медикаментозный сон я рекомендую пациентам с улицы все-таки проводить, повторюсь, на 4 часика, какие-то вот это для перезагрузки головного мозга, 4 часов в целом, по крайней мере, по описанию физиологов, должно хватать. Так вот, повторюсь, у нас есть критерии того, когда мы кладем в медикаментозный сон, но для пациентов с улицы этот критерий просто неприменим, потому что неизвестно, когда был предыдущий припадок месяц назад или там секунду назад и так далее. Поэтому, пожалуйста, а, и приходил ли он в сознание между приступами, ребят, я его нашел 5 минут назад. Поэтому, по большому счету, пациентам с улицы я рекомендую проводить медикаментозный сон. Значит, ну, эпилетические статусы, какие бывают, да, с выключением, без выключения сознания, то есть даже если пациент на вас смотрит, но при этом у него есть какие-то фокальные припадки, то есть у него там дергается глаз, ну, если это не тики только, пожалуйста, то есть тики – это когда у него дергается глаз, но он при этом вас видит, слышит и пытается кусить. Это тики, ну, грубо говоря, какие-то навязчивые, да, там, движения, ну, можно так определить. Вот, а, грубо говоря, статус фокальных припадков, он вас видит, слышит, но ничего сделать не может, то есть у него, причем вот такие замедленные реакции, то есть он на вас оборачивается, но как-то нехотя, вот, как будто вы его разбудили 5 минут назад, и у него при этом там что-то дергается, глаз, рот, не знаю, брылья какая-то, ну, что-то. С выключением сознания то понятно, то там генерализованные какие-то приступы, либо бессудорожный статус, когда он в коме лежит, подключаешь энцефалограф, а там дискотека, привет. Собственно говоря, вот примеры, да, с выключением, без выключения сознания, вот этот пациент на самом деле специально убран звук, потому что там на заднем плане мы с уборщицей ругались, по-моему, как сейчас помню, но, господи, этому видео уже, знаете, сколько лет? 8, 8 лет этому видео, это еще старый статус. Собственно говоря, вот пациент, который меня слышит, то есть я с ним разговариваю, он на меня даже поворачивает голову и присмотреться, но он не может ничего вообще, он себя контролировать особо не может, потому что вот у него, пожалуйста, статус фокальных припадков, но ушами он ведет и глазами пытается поднимать и следить за тем, что происходит. Ну, соответственно, с выключением сознания, генерализованный приступ, как выглядит, вы уже все знаете. Я уверена, мы еще собачку в самом начале лекции уже просмотрели. Ну что, медикаментозный сон. Единственное, что я вам очень советую, на самом деле, поскольку это пациент с улицы, неизвестно, что у нас с анамнезом, и, возможно, у него какая-нибудь опухоль в голове размером с, не знаю, размером со сбитой боинг, и очень не рекомендую повторять, значит, мои ошибки, ошибки моих коллег в какой-то степени. Мне, собственно, не очень рекомендую класть на подушку, потому что отток, венозный отток от головного мозга у животных, он там, понятно, что тут синусы, вот это вот ликвое образование, там всасывание через кору, неважно. А сам отток, он происходит в том числе через наруженные ремные вены, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, когда вы кладете на подушку. Понятно, что у нас все пациенты обычно лежат на груди, потому что экскурсия так лучше, не бывает каких-то позиционных атолектазов из-за длительного лежания на боку. Понятно, что они должны лежать стернально, но не кладите тогда подушку, потому что здесь могут перележаться эти сосуды, и что может привести к повышению внутричерепного давления. Если повторюсь, проблема судорог связана с тем, что в голове какая-то есть история, например, с опухолью. Итак, какие основные вопросы, которые могут возникать у клинициста? Чем положить, ну, чем спать? На чем спать? На пропофоле, ребята. Начинаем с пропофола. Дальше. Как выбрать дозу этого пропофола? Пропофол – это гипнотик, поэтому, пожалуйста, титруйте его по эффекту. Вот он уснул, вот вы его поставили, ну, то есть болюснули, он уснул там с 10 мл, поставьте для начала 20 мл в час, то есть двойную дозу. А дальше смотрите, ЧСС начинает расти, ЧДД начинает расти, ну, и постепенно увеличивайте дозу. То есть на самом деле медикаментозный сон первый час, возможно, иногда полтора, от врача требует максимальной загрузки, максимального внимания, потому что вы как раз подбираете эту дозу, титруйте, сидите, а потом уже выставили свой ИПС, и слава богу. Сколько спать? От 4 до 8 часов. Все зависит от того, что вы подозреваете, потому что иногда по осмотру вы можете что-то предположить. Ну, если, допустим, топор из затылка торчит, понятно, что это черепно-мозговая травма и судороги связаны с ней. Здесь, наверное, можно поспать поменьше. Ну и так далее. Как будить? Под тщательным мониторингом. Ну, это правда, тщательный клинический мониторинг, то есть постоянный какой-то, даже не то, что там часовой каждый час, а каждый получасовой. Будить их нужно аккуратно. Значит, следующий. Что, если он не просыпается? Ну, как бы следующий вопрос. И что, если он проснулся, и опять у нас приступы возникли? Вот, например, пример собаки, которая находится в бессудорожном статусе. Она не под препаратами. Ну, просто вот уровень доказательности мамы, клянусь, да, как цитирую Горшкова. В общем-то, она 100% не под препаратами. Просто поверьте мне, вот у нас, пожалуйста, эпилептический статус, полиспайки во всей своей красе. Очень красивая классическая картина эпилептических приступов эпиактивности. Вот у нас пациент, у которого чуть-чуть шевелится глаз, он без препаратов. Но он, по большому счету, по внешнему виду сын находится в коме. Вот, пожалуйста, классика бессудорожного статуса. Если у вас нет энцефалографа, конечно, медикаментозный сон, проведение медикаментозного сна для вас может стать проблемой, потому что у вас сразу отсутствует множество критериев того, спим дальше, просыпаемся, спим глубже, меняем препараты, ну и так далее. Ну так вот, что делать, если он не просыпается, либо он проснулся, его опять трясет? Значит, смотрите, тут такая история. У нас есть, ну, то есть в следующем протоколе лечения эпилептических статусов или там каких-то, да, приступов длительных идет кетамин. Не у всех кетамин в клинике завалялся, я это прекрасно понимаю. Телетамин не заменяет кетамин, это важный момент. И в чем, смотрите, у нас есть загвоздка. То есть поскольку у нас пациент уличный, мы точно не знаем, сколько он там трясется, день, два, десять, неделю, возможно, первый день, возможно, минуту, я не знаю. Но ситуация в том, что у нас есть такое понятие, как пластичность гамкорецепторов, но в определенной степени они пластичны. Эти рецепторы, они могут стать в какой-то момент нечувствительны каким-то препаратом первой линии, то есть какому-то диазепаму и так далее. И в этой ситуации мы без кетамина и изофлюрана уже, к сожалению, не обойдемся. Но если у нас в клинике есть только залетиладемитор, ну, это не очень хорошая история, потому что и тот, и другой препарат обладают просудорожной активностью, то есть в какой-то момент времени они могут быть сами инициаторами приступов, поэтому здесь я их тоже не сильно рекомендую. Но изофлюран есть в любой клинике, поэтому ради бога, если он не просыпается, либо просыпается и трясется снова, подключите его, пожалуйста, положите его, пожалуйста, на газовую стоечку. Анестезиологи в меня сейчас покидали помидоры, я просто не уверена, что это правильно так называется. Ну, на газовую стоечку положите, поспите с ним пару часиков на изофлюранчике. Это описанный метод лечения рефракторных эпилетических статусов, суперрефракторных эпилетических статусов, хочу подчеркнуть. Пожалуйста, используйте изофлюран, но он уж точно есть. По поводу симптоматической терапии. Если вы предполагаете, что у пациента есть какие-то метаболические нарушения, понятно, что вы взяли анализы крови, посмотрели на них и исключили, либо подтвердили эту историю. А симптоматическая терапия в любом случае пациенту, который пришел с улицы, я считаю, оправданно назначать в долгую. То есть, если это пациент какой-то, ну, владельческий, понятно, что если это первый приступ или серия кластеров, но какая-то первая, я еще задумаюсь о том, чтобы назначать симптоматику, если этот пациент уже прям трясется, уже статус и все остальное, либо если это уличный пациент, и одному богу известно, были ли у него эти приступы или нет, я считаю симптоматическую терапию, назначение симптоматической терапии вполне себе оправданная история, потому что от эпилептического статуса умереть можно, от каких-то коротких приступов на фоне терапии применяемой умереть сложновато. По поводу феноборбитала, калия бромида, кепрозаницамида, пожалуйста, но я вам так скажу, кепра какой-то очень специфический препарат, однозначно внутривенная кепра никаким образом не лечит эпилептические статусы, не является препаратом выбора при лечении даже кластерных приступов, до исключения каких-то структурных патологий головного мозга. Если это какая-то идиопатическая эпилепсия в монорежиме у собак, она еще и доказанной не работает, поэтому, пожалуйста, будьте кепре так же скептически, как и я относитесь, тем более, что он сейчас стоит реально как крыло от самолета. Дальше. Вы, конечно, полечили приступы, это прекрасно, не надо забывать, что нужно профилактировать все-таки разное. Дегидратацию, то есть пациент, который получает по фолной ПС, лежит, лечится от судорог, он иногда высыхает, ребята, он как бы писет, какит, желудочные соки и кишечные соки выделяются, если его как бы не капать на поддержке, пока он спит, он сам попить не может. Я вообще заранее энтеральное кормление, если честно, и энтерально потребляемую воду, но как бы, если это невозможно, либо если риски аспирации переполнения желудка высоки, поэтому будьте любезны, пожалуйста, пока пойти его. А вот здесь вот на рентгеновском снимке это гиповолемия, как, господи, КПВ здесь, посмотрите, какая она абсолютно пустая. Вот, это тоже нужно профилактировать. Помните о том, что выраженная дегидратация может привести к гиповолемии, хотя, кстати, в редких ситуациях и нужно дегидратироваться полгода, прежде чем гиповолемия разобьется. Но, тем не менее, гиповолемия может быть связана с какой-то основной его проблемой, которая, кстати, и привела к судорогам. Поэтому, пожалуйста, исключайте, проверяйте. Никто не против того, чтобы УЗИ-датчик на секунду поставили, коллабирование КПВ проверили. Если пациент проснулся, и он на фенобарбитале, он может начать много есть. Вот здесь вот растянутый желудок кусками яблок, конечно, но он может начать есть, у него и может извратиться аппетит. Безусловно, нужно профилактировать, повторюсь, позиционные триктазы и аспирационную пневмонию. Ребята, очень высокий процент смертности у пациентов с судорогами именно из-за аспирационной пневмонии. Ну и, соответственно, никаких там урогенитальных инфекций тоже быть не должно. Это должны быть какие-то стерильные катетеры, если уж вы решили его катетеризировать. И вовремя отведенная моча. Будьте внимательны. Итак, дальше. Если мы берем черепно-мозговую травму, ну то есть это что-то очевидное, что у пациента с улицы, ну то есть если его принесли и у него раскроен череп, логично, что это черепно-мозговая травма. Здесь протокол по большому счету не очень большой, не очень объемный, что из него нужно вынести. Триаж, ревизия верхних дыхательных путей, повторюсь, гипоксия, она может усугубить, не так же, как и гипер- или гипокапния, может усугубить состояние, вернее, может усугубить нарушение перфузии головного мозга. Положение головы 30 градусов, потому что доказано максимальное снижение гравитационного, гравитационное снижение ВЧД в этом положении тела 30 градусов. Внимание, вспомните транспортир. 30 градусов – это не вот так, это 45, ну в смысле 90, там 45-30, это вот, ну как бы он такой остренький уголок должен получаться. Антиеметики, безусловно, профилактируйте аспирационную пневмонию, будьте внимательны, неврологический осмотр, ну хотя бы какой-то поверхностный, даже если вы не являетесь неврологом, вы должны уметь проводить хотя бы там сотрудничную какую-то реакцию и так далее. Венозный доступ, экспресс-анализы крови, анальгезия, потому что это все-таки черепно-мозговая, внимание, травма, компьютерная томография является показанием в острый период черепно-мозговой травмы, если пациент нестабильно стабилизируете, отправляете на КТ, потому что иногда стабилизация без хирургии невозможна, если там есть какой-то большой масс-эффект из-за какой-то вытекающей в данный конкретный момент времени гематомы. Ну и дальше там по необходимости хирургии восстановления. В свое время мы вот с коллегами, они здесь вот, пожалуйста, представлены, разбирали черепно-мозговую травму на протяжении двух с половиной часов. Я думаю, что каждый протокол уже знает. Помним о том, что первичные повреждения уже ничего не сделать, это логично. Наша основная задача бороться с вторичными повреждениями при черепно-мозговой травме, отек мозга гематомы и шемии, да, и внутричерпная гипертензия. И здесь встает большой вопрос. Хотела бы с вами обсудить. Если у пациента черепно-мозговая травма, он с улицы, ну, на самом деле, даже если и не с улицы, у нас встает вопрос. Мы почему-то до сих пор, большинство моих коллег делает манитол на входе. Ну, типа в любой непонятной ситуации, кали манитол. Я, ну, раньше я была таким, знаете, прям приверженцем того, что не надо манитол колоть, вы чего-нибудь, при каких обстоятельствах, только при прям показаниях и всего остального. А потом я стала более лояльна на самом деле. Хотя у меня есть и КТ, и МРТ, но к назначению манитола я стала более лояльна. Помним так буквально в двух словах, что внутричерпная гипертензия, она может, ну, то есть не у всех в клиниках есть датчики внутричерпного давления. В Питере, на самом деле, их всего три клиники ветеринарные, в которых есть датчики внутричерпного давления. Так вот, внутричерпная гипертензия, если клинически брать клиническую практику, она, если она, ну, такая серьезная, да, которая, возможно, может привести к каким-то летальным последствиям, тяжелым последствиям, она проявляется в виде кушинг, ну, триады кушинга, кушинг рефлекса, не путать с синдромом разные вещи. Так вот, это повышенное систолическое артериальное давление, повышенное среднее артериальное давление, на самом-то деле, снижение частоты сердечных сокращений, и, собственно говоря, частота дыхательных, ну, даже не то, что частота дыхательных движений, это больше диспноя, ну, то есть какие-то, ну, нарушения акта дыхания, это именно диспноя, не просто брать дипноя, а какое-то диспноя должно быть. Систолическое давление повышается в ответ на ВЧГ, логично, потому что центральное перфузионное давление напрямую зависит от разницы среднего артериального давления и внутричерепного давления. Частота сердечных сокращений, она у нас снижается, то есть барорецепторы, аорты, они как бы реагируют на то, что у нас повышается артериальное давление, говорит, нет-нет, выброс сейчас давай полегче, снижает ЧСС, все это начинает, ну, приводит к какому-то определенному застою, да, в кругу кровообращения, который отвечает за кровообращение головного мозга, и, собственно говоря, ну, то есть братьцифалический ствол, да, вот этот, застой крови немножко поджимает ствол, у нас происходит диспноя, вот, ну, то есть патофизиология у нас такая. Собственно говоря, а что делать-то? Ну, типа, что, просто смотреть, что ли, Кручево, в смысле, ну, как так без манитола, ну, черепно-мозговая, что мне делать? Положить под 30 градусов, накрыть одеялко и выйти из комнаты? Слушайте, ну, какая у нас с вами история? На самом деле не то, чтобы просто смотреть. По большому счету нам нужно побороться с какими-то историями, на которые мы можем повлиять здесь и сейчас. Проходимость верхних дыхательных путей, кислородик, анальгезия, ну, то есть какая-то, да, история. Потом нужно там, допустим, если у пациента черепно-мозговая травма, а в единственном ключе, то это одна история, а если это какая-то поле, травма собирательного образа, то нужно избавиться там от пневмоторакса, от всего остального, от лихорадки надо избавиться, судороги, если есть, с ними поборитесь, не надо вот за манитол хвататься. И когда вы все вот это вот сделали, но при этом у вас остаются признаки того, что внутричерепное давление повышено, то есть помимо нарушения уровня сознания у вас также сохраняется гипертензия брадикардия диспноя, то хорошо, положите у пациента, ну, то есть следуйте протоколу, 30 градусов, не получается, окей, хорошо, может быть, вы обезболили плоховато, обезбольте еще, возможно, даже седируйте, если это требуется, допустим, на фоне судорог, да, в контексте. Стабилизируйте гемодинамику, возможно, переведите на ИВЛ, чтобы, да, постоянство газового состава крови поддерживать, углубите седацию. Если это все не помогает, возьмите манитол. Ну вот, я ничего не придумываю, это протоколы, которые прописаны для того, чтобы применить манитол. Да, манитол по показаниям, безусловно, но если у вас нет возможности здесь и сейчас провести там КТ, МРТ, не знаю, что еще, для того, чтобы подтвердить, опровергнуть, либо воткнуть в него датчик внутричерепного давления, окей, не вопрос, хорошо, давайте манитол, только перед этим, пожалуйста, поборитесь со всеми причинами внутричерепной гипертензии, которые могут быть у вашего пациента, до того, как вы решите, что вот манитол единственная какая-то золотая пуля или таблетка. Пожалуйста, осмотерапия есть свое место в этом протоколе, вот оно, где-то в районе 15-го пункта. Гипервентиляция сейчас уже не очень показана, но если у вас какая-то рефракторная история, то, безусловно, гипервентиляция поможет, ваша конструкция будет и ВЧГ снизится, ВЧД снизится, простите. Ну и, соответственно, КТ-контроль, это очень удобно, несколько минут, и ты уже понимаешь, есть ли дислокация структур, аксиальная, латеральная, и, как бы, может, каким-то образом вы полечили, либо не полечили. Есть плюсы и минусы у препарата, у любого, безусловно, здесь вот я себе позволила выписать, да, плюсы и минусы. Работает при неповрежденном, да, безусловно, ГЭП через 20 минут после введения начинает работать как диуретик, об этом все забывают, пациенты высыхают, натрий растет, а это очень плохо, потому что головной мозг это осмометр, главный осмометр в организме. Понятно, что он на самом деле влияет, ну, то есть реагирует в основном на PH, ликвара и СО2, но, внимание, осматический градиент должен быть сохранен для здоровья мозговой ткани. Дальше, действие примерно длится около полутора часов, не так уж и много, то есть полечили, если он не нужен, вывелся, мы про него забыли. Дальше, безусловно, он требует мониторинга уровня калия, потому что он может приводить к гипокалиемии, так или иначе. Гипернатриемию сказала, ну, и описан синдром отдачи, то есть при повторных введениях беспрерывных либо при постановке на ИПС, он может синдром отдачи вызова, что это значит? То есть он сначала сильно высушит мозговую ткань, через какой-то период времени вернет туда в два раза больше этой свободной воды. Ну, не он в смысле, нет, а его осматические компоненты. Но при этом у нас известны дозы, он распространен в любой клинике, пожалуйста, ради бога, почему бы нет? Ну, сейчас, слава богу, есть фирма, понятия не имею, кстати, как она называется, ну, и слава богу, у нас тут нет конфликта и интересов, да, в моей лекции абсолютно никакого, кстати, с этого надо было, наверное, начать. Гипертонический натрий, он сейчас выпускается, пожалуйста, в свободном доступе, называется как-то специфический антишок, наверное, люди, которые его придумывали и начинали изготовлять, решили, что в контексте малообъемной реанимации он будет применяться чаще, чем в нейрореанимации, поэтому его назвали антишок, а не антиотек, антидавление в голове, я не знаю, в общем-то, гипертонический натрий, он противопоказан в применении у пациента сердечной недостаточности, натриолитический пептид, все дела, ввели натрий, натрий повысился, если у нас есть сердечная недостаточность, есть проблемы с натриолитическим пептидом, то фигушку вы потом с маслицем выгоните из организма этот натрий, а мы помним, что астматический градиент должен быть сохранен, безусловно, требует мониторинга натрия, маловато, изучен у животных, ну вот если быть откровенным, прям, ну маловато, меньше, чем монитор, его сложновато достать, маловато, сложновато, что-то какие-то у нас у меня уменьшительные, ласкательные, ну и действие длится, при этом действие длится около 6 часов, классно, уколол на 6 часов про ВЧГ можно, ну грубо говоря, забыть, он не приводит к гиповолемии, как монитор, потому что он не работает, как диуретик, через полтора часа не выводит из вас всю там лишнюю свободную жидкость, он долгое время сохраняется в сосудистом русле, ну вот, собственно говоря, плюс и минусы. Что вы будете выбирать в качестве осмотерапии, когда вы доберетесь до 15-го пункта по черепно-мозговой травме, я не знаю, что я могу посоветовать, я могу посоветовать все-таки проводить компьютерную томографию таким пациентам, я очень вам советую бороться с шоковыми состояниями в первую очередь, ну и включать голову, работать, логически размышлять, думать. Дальше. Протокол. Протокол, завершающий по черепно-мозговой травме у нас таким образом здесь представлен, да, 3H, опять же, ревизия дыхательных, антиметики, это из градусов неврологические анабезии, хирургия по необходимости, повторюсь, если там есть какая-то гематома, которая прям набирается, чуть ли не на глазах, утрированы они в прямом смысле, ну и период восстановления. Протокол выглядит так, это нужно запомнить, тяжелая черепно-мозговая травма у пациентов с улицы, это частая история, пожалуйста, используйте. Нужно помнить о двух моментах, причем, кстати, с улицы в основном уже с травмами и приносят, ну так-то в основном, поэтому имейте это в виду, про судороги мы поговорили, тяжелая черепно-мозговая, вот, пожалуйста. Нужно соблюдать принципы общей реанимационной опрятности, что это значит, что если пациент экстренный, если он нестабильный, тяжелый, начинайте, пожалуйста, ну как бы circulation, airway и breeding, как бы тут вот история про какую-то опрятность, которую нужно соблюдать. Ну и не забывайте, пожалуйста, что анальгетик должен быть анальгетиком, а не аналгосидатиком. Почему? Потому что у пациента с неврологической симптоматикой, кстати, будь то он с улицы, либо не с улицы, неважно, даже если он из дома принесенный, любая седация, она путает врача, она заставляет его думать, что либо все хорошо, либо все плохо, потому что она влияет на уровень сознания. Седация показана любому пациенту с неврологическими симптомами исключительно только при выраженном двигательном возбуждении, когда он может сам себя травмировать, либо если это какая-то эпиактивность, то да, конечно. В остальных ситуациях, особенно в контексте тяжелой черепно-мозговой травмы, я вам не рекомендую использовать седативные препараты, потому что в этот момент времени вы можете упустить усугубление неврологического статуса, углубление комы, углубление нарушения сознания, пропустить просто, не заметить и потерять пациента. Поэтому будьте внимательны, используйте анальгетики, повторюсь, они аналгосидатики. Вот теперь у меня точно все, если есть вопросы, буду рада на них ответить. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!